девчонки привет чем такое девчачье видео будет про косметичку у меня очень много что сейчас не актуально осень на дворе а в лапландии на севере финляндия вообще ну мне кажется осень уже точно наступила никакого бабьева лета уже точно не предвидится поэтому я сейчас хочу на свою косметичку от space нг расхламить вернее не расхламить вреда я расхламлю и что-то просто отложу и потом что-то добавлю а то что добавлю я отдельно потом в конце видео расскажу итак то что я пользуюсь этим летом то что мне нравилось на моем старом канале я показывал такой от пикси был мист знаете когда вы перепудрите много нанесете маскирующего средства на лицо и такое лицо получается как будто бы перебор и надо как-то освежить наносите вот этом спреем мелкой вуалью сейчас так как показать видите какая мелкая даже тут ничего не намокло то что очень мелкая мне очень нравится этот пульверизатор как он там правильно называется очень но мне обратить внимание как-то загустел и я не знаю можно ли его так-то отвинчивать то чего-нибудь заливать я туда с радостью залила свою розовую водичку чтобы вместо то не вместо свой розовый тоник и наносить на лицо так было бы быстро вообще за секунду до поэтому если возможно открутить эту штуку то я сюда налью что-то так мне кажется он уже все испортится надо выливать и выкидывать так классная штучка была так освежиться запах розы и этот зеленый чай бодрила немножечко лицо так долго не будем про это моя не пудра ну как бронзер она и есть бронзер в оттенке natural бронзинг паутеру от бобби браун смотрите на мне нескончаем она мне кажется уже три года наверное может и больше добью им и уже смотрю что-то новенькое хочется попробовать от шанель бронзер я специально не покупаю сейчас бронзер от шанель потому что знаю что надо это добить иначе я как только куплю и сразу переключу пудра моя ламер закончилась и я купила такую минеральную на ночь нравится от mac она слишком запудривает лицо слишком матирует такая вот хотя смотрите на пуклы было оттенок медиум плюс мне кажется сейчас не минерала и скин финиш на чур подойдет медиум потому что медиум плюс она такая на лето конечно же то что мы расчарование не очень нравится и не очень заходит это бандура эта банка тяжеленная от ламер много там этих отзывов от девчонок бьюти блогеров кому-то нравится но не мне в общем вот такая вот по помощи в россии вскрыла финляндии и лежит тоже по-моему минеральная или не минеральная нет не минеральные так следующее следующее у меня такая палетка которая покупала отдельно это мне тени которые я использую как хайлайтер это у меня тени которые я на все подвижные века и это румяна такой натуральный мой любимый оттенок очень очень натуральный и адаптируется под кожу очень легко такой не холодный не теплый и красными оттенок у меня тауни палетка со мной остается что я пользуюсь я ее здесь оставлю ламер уходит не буду вот эти вот средства так вот это тоже туда это остается кстати мне тут это варежка для автозагара очень классно мне очень понравилось что она не поролоновая такая велюровая но очень классно распределяет автозагар сейчас я уже на ноги не наношу потому что с ногами голыми мы уже давно не ходим ну как давно недель так две точно вот а то и три поэтому она мне тоже уйдет хотя почему мне иногда наверное понадобится хотя ладно пусть уйдет у меня здесь аромат но он чисто такой летний реплика матча медитейшен очень почему-то распиаренный но мне так если честно не очень аромат аромат запаха чая чай с жасмином даже вот так вот сто процентов когда открывать пакетик либо что там открываете жасминовый чай вот прям один в один и мне кажется это запах очень странный пахнуть этим запахом этим ароматом очень ладно на любителям я его тоже откладываю потому что это не осень для меня это не осень так что здесь вот это вот я оставлю потому что я буду добивать это тоже уходит помадка от пикси даже это шибатор балм бальзам такой вот тут мне кто-то на из детей уже чуток папка ковырял уже год наверное она не горчит не портится лето это это выкидываем тоже все время вот это не выкидываем это еще норм а вот это все выкидываем дала шанс но не пользовалась и я понимаю что и не буду поэтому выкидываем сто лет в обед штукенция делала расхламлением или он рад у меня миллион раз оставляла и все думала что надежде что вернусь нет 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 лип максимайзер все знают ты пикси мазер ладно вот это мой осенний зимний цвет чуть-чуть нам там осталось но мне нравится пикси там как бы их тут два еще вот это самый крутой natural rose очень естественно и меня часто спрашивают оля что такое это это бальзам это помада что это это бальзам как помада прикольный оттенок такой полупрозрачные и делает губы более натуральным более яркими так вот это мы тоже си си крем от эрбориан в оценке дорон очень темный очень темный только на лето это ну да только на лето очень мне нравились эти си си от эрбориан в финляндии тоже я их вижу но не так часто думаю что куплю но этот уже все уже стух хотя там половина наверное на выброс этот на выброс и такой же второй тоже на выброс в двух оттенках клэр это уже закончился и вот этот удар которым я уже там смотрите все уже потому что велюровая не велюровая тут кожа отвалилась так что у меня тут остается это из новинок два таких хайлайтера оля я их использовала качестве консилера от люмине оттенок один он такой очень светлый прям для бледнокожих и в основном я сейчас использую оттенок который не для блондинок номер номер 2 он у нас более такой тоже светлый но не такой сильно очень хорошо подстраивается мне прям нравится обожаю так бобби браун вот этот вот стик тоже остается ладно еще наверное я оставлю вот этот люмине natural glow вот на осень зимой я думаю наверное уже нет потому что у него срок годности срок годности где там написано а тут чуть не написано да здесь наверное мне кажется он полгода в общем он классно мне понравился что что он совпадает этот оттенок с оттенком моей кожи именно зим в зимнюю пору в зимний сезон кожа не такая загорелая неплохо сидит он мне напомнил в этот отель сен-лоран тачекла вот этот вот чем-то мне напомнил пипка пачкается но классно неплохо неплохо неплохое средство достаточно бюджетно неплохое солнцезащита 30 очка матирующая очень классно мне понравилось мне кажется половинка может быть больше я очень часто использовала мне такой же 50 но я его уже убрала а тридцатку оставила в общем на тридцатка даже по-русски написано я мне кажется его это еще поиспользую на следующей весной следующей весной по-моему будет год я покупала в мае месяце в общем классная штука и здесь и здесь вот такой вот помпочка даже очень вот пока убираем еще моя тушь многострадальная куча до сих пор нравится удивление не течет девочки кто видел что я катаюсь на велосипеде не течет хотим не так глаза сильно слезят когда едет на велики вы бы знали вы бы знали в общем я ее оставлю тушь который мне дала вика порвом мы с ней очень хорошо дружили она мне дала от физишн формула я такую никогда не пробовала но она мне ее отдала я попробовала неплохая там огромная кисточка сейчас покажу его нет она не высохла очень классная кисточка она очень классно разделяет очень делает классно объем не нравится но постойкости не очень хороша в целом принципе норм я люблю и иногда когда я знаю что я не на велике то я ее наношу еще у меня есть одна тушь которую я так тестировала так не поняла вообще что это кабаре одно время но мне нравилось потом она мне не нравилось но очень похоже на шанель кисть революм по моему еще каких-то подобное мне так кажется что если ничего не помню не путаю кстати о гуч похоже специально открыла гучи нет очень немножко большая и она абсолютно другая сравнила в общем туши остались тэн 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 хочу вот эти вот сравнить мне еще посоветовали девчонки что его мозаик делает тоже неплохие туши вот такой 5d взрывной объем и что наклейку оттирала видимо и некрасиво получилось так 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 сейчас вскроем и я покажу это наверное можно назвать большая кисточка обожаю такие кисточки я не люблю силиконовыми больше нравится найти такие не силиконовые но это просто гигант гигант что хочу сказать мне не нравится по стоимости как она а в принципе что она делает с ресницами очень даже не знаю буду ли я пользоваться но стоило по-моему три копейки то ли 160 рублей то ли около того то ли 220 ну что-то вот около для туши мне кажется это очень бюджетно если она еще что-то делать с ресницами тут очень круто единственная столько страдает а из моих тоже ранее любимых тушей она баба браун вот такая вот тоже с большой кисточкой уголь на уголь на черная когда-то моя любимая сейчас я что-то редко ее использую основном это куча и что еще использую лучи и все наверное что-то как-то а ну вот физишна формула физишна формула тоже остается у меня сейчас здесь еще есть такой вот для бровей гель очень не кстати кажется неплохим я не пробовала с цветом потому что боюсь что оттенок будет не очень удачный поэтому я с цветом никогда не брала брала вот такой прозрачный неплохая неплохая что конкретно или у меня не пинцет он всегда мне нужен нисколько для бровей сколько у меня на подбородке надо какую-нибудь волосинок вырастет и мой любимый карандаш для бровей карандашом делаю махагани бобби браун такой он скошенный скошенный очень легко им рисовать очень хорошо держится смешивается надо вот с этим и окрашивает мне как-то все равно и с другой стороны из кисточка из и случае если на что ж такое то и случае если он закончится то можно легко купить вот этот вот эту часть это будет дешевле чем покупать новый вот подводкой я вообще не пользуюсь этот физичный формула и бустер сейчас что-то как-то меньше пользуюсь прикольный такой кончик кисточка никак от кисточка то есть это не по-моему не фетровая а именно кисточка жидкий внутри состав подводки так вот этот вот суперский пуперский от benefit benefit оттенка champagne уходит в мусорку все он же свою изжил по максимуму его израсходовала последнее время так вообще уходил только так кстати кисточка от бобби браун фулка вот есть вообще любимые консилеры тональный кофе а вот что касается всего остального кисточка вот это толстное кстати помыть она мне как для румян без имени подводка она с блестками сейчас может быть не совсем актуально но зимой я думаю будет но думаю что я нашла свой темный карандаш от бобби браун такой стойкий а это оказался очередной карандаш для было в оттенке блонд для бровей пудровый как бы все шанель фиолетовая общем не пользуюсь выкидывать жалко а вдруг иногда что-то захочется сделать глазами можешь как-то обвести подвести стрелку нарисовать вдруг в общем пусть лежит в общем моя косметичка становится все меньше и меньше и я надеюсь что скоро я закончу эти туши карандашами вот минимум там 33 средства всего вот атаку мне макияж вот в данный момент это я начинаю с консилера увлажняющий крем естественно консилер под глаза распределяю вот это вот петелью далее я делаю брови с помощью карандаша вот этого наношу гель для бровей гель для бровей припудриваю под глазами иногда иногда нет и румяшки тауни и тушь куча она там единственная в общем вот и весь мой особо сейчас что-то как-то не то что настроение нет и не то чтобы времени нет мне кажется время то у меня всегда было для того чтобы накраситься просто как-то не идет вот в общем в целом так это у меня уходит в лето а это помоечку всем спасибо за внимание вот такая вот у меня косметичками минималисты от оля и оля спасибо за просмотром подписывайтесь всем всего доброго и пока пока